Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую наших слушателей. Говорю здравствуйте гостю нашей студии Азизу Агаеву, руководителю аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ». Добрый день. Здравствуйте, Аня. С наступающим всех праздником весны поздравляю. И вас тоже. Ой, спасибо. Ваш коллектив. Преимущественно женский. Красивую половину вашего коллектива. Так что все поздравления и пожелания всяческих благ. Принимается. Спасибо. Благодарим. Переходим к нашим эфирным темам. Напоминаю, что вопросы нашему гостю можно задавать на сайте через форум анонсов. Мы будем следить. Ну и, конечно, у нас есть свои вопросы, которые мы сейчас начнём обсуждать. Тема, которую мы не можем обойти вниманием, это уход начальника управления Федеральной налоговой службы по Кировской области Светланы Чарушиной со своего поста. Сказала она об этом в интервью нашим коллегам в газете «Бизнес Новости». И со вчерашнего дня тема довольно широко в Кирове обсуждается. Ну, собственно, что говорит Светлана Геннадьевна. Да, я решила сменить сферу деятельности, приняла такое решение. В налоговых органах работала с первых дней создания налоговой службы. Прошла вместе с коллективом все этапы развития. Могу сказать уверенно, это стала хорошей школой для меня и как для руководителя, и как для человека. Ну, там были такие достаточно добрые слова о коллегах сказаны и прочее, и прочее, и прочее. Ну, вот как оцениваете, во-первых, сам факт, а во-вторых, последствия? Ну, хотел бы сказать, что вопрос как бы не по адресу, но как человек, который столько лет, собственно говоря, находится на баррикадах против налоговой службы. Вы бизнесменов консультируете. Да, да, да. Вот, но потому что в том смысле, что вопрос как бы больше федеральным, региональным властям в этом смысле, потому что мы знаем, что по многим вопросам в последнее время бизнес и его общественная организация устранились от решения этих вопросов. И принимает решение кто угодно, но только не те, кто фактически пополняет бюджет. Поэтому... То есть не налогоплательщики крупные, вы это имеете в виду? Не налогоплательщики принимают такие решения. Ну, что можно как бы сказать, как оценить? В общем, как-то оценить, я не знаю. То есть мы можем оценить, попробовать оценить работу, которая там была сделана за время, пока, значит, Чарушина, Светлана Геннадьевна работала и коллектив под ее руководством. С 14-го года она, если я не ошибаюсь, да, возглавляла? Да. Изменилось ли что-то существенное, начиная с 14-го года? Изменилось. В лучшую сторону или в худшую? А вот пусть оценят налогоплательщики, я просто вам скажу, значит, раньше, значит, те или иные налогоплательщики могли получать определенные поблажки, потому что так или иначе могли входить в кабинет руководителя там налоговой службы. Или иметь какие-то отношения. С приходом Светланы Геннадьевны, значит, таких вариантов стало гораздо меньше. Так, Ази Салевич, подождите, это вы на кумовство какое-то намекаете? А я не знаю, кумовство ли это. Это как происходило? Или человек просто приходил, говорил, давай договоримся? Приходил налогоплательщик, там руководитель налогоплательщика, значит, там, ну, скажем, определенного уровня и мог, значит, по своим компаниям там решать какие-то вопросы, чтобы, скажем, инспектора были менее злобными, если хотите. Ну, что уж вы так злобные? Они, насколько я понимаю, в рамках закона работают. А вот это уже другой вопрос. Это уже, вот вы, как бы, опережаете мою, как бы, мысль. В том смысле, что вот недавно один из налогоплательщиков, ну, хорошо, давайте, то есть сейчас налогоплательщики стали, скажем, вот на данный момент, пока Чарушина работала, ко всем отношения стало равной. Почему возник некий гул, значит, недовольство, потому что те люди, которые так или иначе использовали пробелы в налоговом законодательстве и находили возможность уменьшать свои налоговые платежи, они... Законные возможности. Мне, знаете, очень трудно, потому что я больше защищаю, как бы, бизнес, да, я боюсь формулировок, чтобы потом, как бы... Ни у кого не было проблем потом. Ни у кого никаких проблем, да. Где-то законные, где-то околозаконные, где-то... Почему я говорю о пробелах, то есть есть масса вопросов, которые, значит, придумываются. Ну, давайте хорошо ограничим тогда границы, раз уж вы меня начинаете, как бы, вот, прижимать к определенному уголку. Я хочу, чтобы этот уголок был виден всем. Так вот, этот угол заключается в том, что я считаю, значит, что налоговая нагрузка на бизнес чрезмерна. Государство неправильно использует налоги, значит, и те платежи, которые налогоплательщики вносят в бюджет. Я считаю, что в ходе администрированной этих налогов можно было бы больше руководствоваться законом, чем соображениями высших чинов налоговой службы, придумывающих все новые способы пополнения бюджета. То есть мягче надо быть по отношению к налогоплательщикам и бережнее. Не мягче, а строго соблюдать закон не только в соответствии с формальными критериями, но и в соответствии с его духом. Очень часто мы сталкивались с тем, что со стороны федеральной налоговой службы спускались конкретные компании. Вот компания против лесников, вот компания по поводу однодневок, хотя однодневки сначала это изобретение не наше, это не изобретение предпринимателей. Это мы про кировскую налоговую сейчас говорим или в целом? Федеральную налоговую службу, да. Я почему хочу сразу границы обозначить, чтобы потом не было никаких вопросов. И вот в рамках всех этих границ отношение к налогоплательщикам стало более равноправным, скажем так. А это означает, что те, кто могли раньше рассчитывать на какие-то преференции или поблажки в связи с тем, что они так или иначе могли взаимодействовать или встречались. Ну, разговаривали. Разговаривали, да. Значит, в данной ситуации подход стал, значит, и к таким тоже более жестким. Ну, а эти люди ресурсные. Что вы имеете в виду? У них есть деньги, у них есть там возможность повлиять на средства массовой информации, у них есть возможность выступить где-то. Так, люди отправились жаловаться. Люди начали, да, жаловаться. Соответственно, мы что увидели? Мы увидели поднимающиеся, значит, якобы поднимающиеся недовольства. Хотя подходами и администрированием налоговой службы недовольство было еще за много лет до того, как бы... И Чарушина здесь ни при чем. Просто те люди, которые раньше высказывали свое недовольствие и говорили, что, смотрите, закон применяется неправильно, смысл закону придается неправильно и так далее, и так далее, они, скажем, были менее ресурсными, менее скандальными. Вот, собственно говоря, поэтому, когда мы говорим, были ли положительные моменты, да, были положительные моменты в этом, в том, что все стали равноправными, и все поняли, что что-то надо делать с налоговым законодательством. Но, наверное, я неправильно сказал, не все поняли. Все поняли, большинство поняло так, что надо что-то сделать с руководителем налогового управления. А как что-то в Кирове можно сделать с руководителем налогового управления, если вообще, вроде бы, по закону руководителя налогового управления, это не в Кирове назначает, насколько я понимаю. А делать-то надо, ну... Да, да, сейчас мы об этом поговорим. Не в Кирове... Азиз Агаев, директор информационно-аналитической компании, аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ» в нашей студии. На небольшую паузу идем и вернемся. Особое мнение на 101FM. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ», на этот раз правильно в нашей студии. Да, да, да. И мы продолжаем. Спасибо. Да, Азиз Алиич. Ну, налоговый, да. Значит, а делать-то надо не с персоналиями, а нужно менять системный вопрос в данном случае, системную ситуацию. То есть нужно менять всю ситуацию взаимоотношений, в данном случае налогового законодательства и бизнеса там, да, то есть тех, кто принимает какие-то нормы налогового законодательства. Ну, например, мы в прошлом году даже здесь, по-моему, с вами говорили о налоге на движимое имущество, значит, во время дневного разворота, и даже Бакину дозванивались. Значит, нам было обещано, там даже круглый стол был в торгово-промышленной палате, дозванивались. Он говорил, да, мы в сентябре вернемся, все выйдут из отпуска к этому вопросу. Значит, а никто не вернулся к этому вопросу. А почему никто не вернулся? А потому что, значит, командой Васильева был сверстан план. В этом плане этот налог уже был в этот план. Внесен? Да, в этот план был внесен. Эти доходы были включены, значит, в проект бюджета. И всем было сказано, так, не дергайтесь, значит, ну, те люди, которые могли бы принимать решения, я имею в виду депутатов, да, законодательное собрание. И на сегодняшний день наши, значит, промышленные предприятия, потому что в основном обновлением производства занимаются промышленные производители, получили дополнительное обременение в размере, значит, 1,1% налогового имущества, движимого имущества, которое они приобретали для развития собственного производства. И так чрезмерное налоговое бремя, оно и так увеличилось. Теперь уже даже не по вине федеральных органов власти, а по вине наших областных. И в этой ситуации, когда, значит, есть дополнительный, как бы, налог, который надо собирать, и мы знаем неожиданные высказывания, невзначай сказанные, там, нашим губернатором. Вы прокурец? Прокур, значит, да, ну, чтобы они там... И мы знаем секретный финансовый план, вы помните, которого, как бы, на сайте искали, не нашли, потом публиковали, там, мы знаем, значит, гордость, как бы, исполнительной власти области, там, правительства, тем, что они сверстали профицитный бюджет. И в этой ситуации мы предъявляем требования к налоговой службе. Когда в области, на сегодняшний день, нету плана социально-экономического развития Кировской области, актуализированного плана развития, значит, Кировской области, когда нет плана развития, но есть план сбора финансов, вы чего ждете от налоговой службы? Это сложный вопрос. Сейчас, ну, не знаю, пойдут, наверное, все-таки собирать всеми возможными способами. Выполнять этот план. А они и собирали? Вот у нас, вы помните, здесь... Подождите, подождите. Здесь был, по-моему, тоже на дневном развороте, была одна фирма, которая говорила, вот налоговики во время проверки то сделали, это сделали. Я им просто задавал вопрос, а вы вот это в суде как бы заявляли? Да, вот это в суде, то есть все, что делали налоговики, они делали в рамках своих полномочий, предоставленных. Потому что я знаю позицию судей, если только налоговики выходят за пределы своих полномочий, то судей не оставляют, как бы нашим арбитражным суде, по крайней мере, не оставляют без внимания эти факты. То есть эти факты учитываются. Но есть такая практика, что даже если налоговики... Мы раньше многие романтические юристы очень часто заявляли, мы же как бы все считаем, что закон свят, его надо соблюдать. И считали, что если какие-либо доказательства добыты незаконным путем, то они не могут быть приобщены и не могут быть доказательствами в деле. Но у нас в России такой подход не работает. У нас, если только ты, пусть доказательства добыты незаконные, но если ты все-таки нарушил налогозаконодательство, то эти доказательства тоже принимаются. И таких вопросов было очень много по ходу использования нашего налогозаконодательства в нашей деятельности. Ну и что? Они действуют в рамках полномочий. Другое дело, мы должны в законе очень четко оговорить эти полномочия. Мы должны сделать так, чтобы все нормы закона, в том числе защищающие налогоплательщика, соблюдались. И когда мы возвращаемся опять к Чарушинам, а было ли что-либо? Я вам сказал, да, было. Я вам сказал, например, что... Я вам скажу, что когда мы ездили на налоговый форум, мы разговаривали там с коллегами, и кто-то выступал там, то мы видели, что наши налоговики оказываются более доступны налогоплательщикам. Хотя вообще бутают мнение иное совершенно, да? Оказывается более... Поверьте мне, то есть когда мы говорили, что мы можем позвонить... И представители налоговой... Мы можем позвонить, и наш начальник налогового управления говорит всем руководителям. И не просто говорит, а принимает их. Говорит, вы мне звоните, мы договоримся, встретимся. Оказывается, принимает. Оказывается, так не везде. А оказывается, так не везде. Оказывается, не только она, но и ее заместители. Оказывается, они в формате диалога не просто вот некоторые там жалуются. Вот наши аргументы там не слушали. Оказывается, они готовы в формате диалога дискутировать те или иные подходы, примененные нижестоящими инспекциями. Потому что действительно, когда инспекциям ставят задачу, есть задача, есть план у каждого, как бы, да. Они идут и выполнять. Что должен сделать подчиненный, когда ему начальник говорит, иди проверяй. Когда ему начальник говорит, вот, дали пистолет, так и вертись. Да, романтические юристы скажут, что, ну, они же должны в рамках законодательства действовать. Но я им скажу, что законодательство-то трактует руководство ФНС, Федеральная налоговая служба. Не мы, если бы мы трактовали. А у них свой начальник. И он им говорит, вот, идите, делайте так. Скажем, последняя кампания, связанная с дроблением бизнеса, очень тяжелая. Причем в эту кампанию, значит, по преследованию дробления, уже ведь совместным письмом включился и Следственный комитет. Когда они пишут в совместном методическом письме о порядке оформления результатов народовой проверки. То есть как должен допрос оформляться, что из него должно вытекать, что налогоплательщик умышленно применял ту или иную. То есть главное, чтобы осознался. Главное, что типов, чтобы вот доказательства у нас были. Извините, мне когда это говорят, кстати, один из судей Конституционного суда, это тоже уже, значит, есть постановление Конституционного суда, это решение, нет, по-моему, определение Конституционного суда, тоже летнее, где один из судей тоже, ну, вот, собственно говоря, мысли совпали в том смысле, что, а что делает предприниматель в своей деятельности неумышленно? Да, хороший вопрос. Он все делает умышленно. Вообще, мне кажется, не только предприниматель. А потом контролирующие органы тем или иным его действиям придают незаконный характер. Вот до этого не было незаконным, поэтому я, например, везде, ну, можно сказать, уже кричу всем, да, то есть говорю, там, депутатам ЗАГСобрания, там, в общественных организациях, там, руководителям, самим налоговикам. Я говорю, давайте сделаем так, вы новый подход применяете, давайте новый подход будем применять на будущее. Вот мы всем скажем, что с 1 сентября нельзя делать вот это. И дальше закон обратной силы не имеет, да? А, да. И все, что было до первого, потому что мы всем сказали, это нельзя, и все. А до этого, когда налоговая... Когда было можно. Да, налоговая служба же имеет право проверять 3 года назад, а Следственный комитет того, как бы больше, да, срок давности, там, по уголовному преследованию. И как быть бедному предпринимателю в этой ситуации? Он, оказывается, вчера был не жулик. А сегодня жулик. А сегодня стал жуликом. И вот в таких условиях становится работать невыносимо предприниматель. И при чем здесь Чарушина? Ни при чем. Да, но все-таки, возвращаясь к Светлане Геннадьевне, я бы хотела еще несколько вопросов задать. Наверное, нам надо еще парочку тем успеть обсудить хотя бы. Вот. Как вам кажется, вот все-таки ее уход вот с формулировкой приняла решение сменить сферу деятельности, он каким-то образом связан вот с той критикой в адрес Кировской налоговой, которая достаточно широко высказывалась? Или, может быть, с какими-то задачами, которые были поставлены перед Кировской налоговой, не то чтобы невыполнимыми, но такими, для которых, для выполнения которых надо вот, ну, в чем-то, может быть, через себя переступать. Может быть, человеческое в себе совсем там придушить и прочее. Или вот с чем-то еще, может быть, связано? Или это действительно вот такое бездвойного дна история? Я, честно говоря, с одной стороны, я борюсь все время с налоговиками во время своей работы. Практически всегда мы находимся с ними в борьбе. С другой стороны, мне периодически их бывает очень жаль, потому что я встречаюсь с налоговиками, которые понимают, что в определенных ситуациях они заложники ситуации, заложники законодательства. То есть они понимают, что вот сейчас, принимая такое решение, они будут губить фактически бизнес. Они вынуждены его принимать, потому что если они не примут, то дальше могут следовать там внутреннее расследование или еще какое-нибудь внешнее расследование, дисциплинарное и так далее, и так далее. И многие из них очень переживают, что они находятся в такой ситуации. Но есть и другие, которые с удовольствием выполняют там свою задачу. Когда применительно к Чарушиной, я с ней не говорил по этому поводу, она со мной не советовалась, так сказать. Какой сферы? Я считаю, что если она, например, займется предпринимательской деятельностью по консультированию налогоплательщиков, по защите их интересов, ну какой еще бизнес? У нее это очень успешно получится. Нет, нет, она не говорила бизнесу, она говорила сменить сферу деятельности. Но если она сменит сферу деятельности, ну значит, у нее есть какие-то планы, она молода, у нее есть достаточно сил, квалификации, ну сколько я с ней сталкивался. Она многим руководителям налогоплательщиков фору даст по своим, так сказать, подходам. Я думаю, что она легко может сменить свою деятельность. Другое дело, что когда она это попробует, она поймет невыносимость условий для бизнеса на территории Кировской области. Ага. Все-таки вот так. Да. И конкретно в Кировской области. Ну, потому что по России там мы как бы только понаслышке. А, понятно. Да, если здесь, то, соответственно, на местном материале, на местном области. Да, а здесь-то мы видим, что происходит там. Поэтому я и говорю, то есть по России мы понаслышке, то почитаем там где-то, кто-то позвонит, кто-то расскажет. Вот, поэтому ситуация как бы вот именно ровно такая, я думаю. Я думаю, что если она захочет, она успешно справится со сменой сферы деятельности. Ну, мы в этом тоже, собственно говоря, не сомневаемся. Хорошо, еще одна тема, связанная немножечко с этой темой. СМИ, в частности, газета «Репортер» пророчит на место Светланы Чарушиной и Дениса Смехова, выходца из Кировской дологовой, который месяц назад возглавил управление УФНС в республике Морел, насколько я понимаю. Вот такая вот кандидатура. Ну, пока, естественно, не подтверждается. Сама Светлана Чарушина сказала, что до официального назначения она не может сказать, кто станет ее преемником. Вот в бизнес-круга, говорят, обсуждается эта кандидатура. Это правда? Я не слышал, чтобы кто-то обсуждал пока, потому что это новая новость. И особо не интересовался, потому что в данном случае, вот в рамках того, что я вам рассказал, практически без разницы, кого поставят руководителем. Ситуация вряд ли изменится, если коренным образом ее не менять. То есть частично в законодательстве и частично действиями местных региональных органов исполнительной власти. Налоговики должны знать, собирая налоги, в каком направлении развивается Кировская область. То есть с планом развития Кировской области надо их познакомить, а сначала его нужно создать. Не только их. Но всех остальных. Хочу, чтобы меня. Хорошо. Если можно меня познакомить тоже, я был бы как бы не против. Или вы не хотите его? Нет, я тоже бы посмотрела с удовольствием, конечно. Не просто там высказывание, мы вот эту отрасль, мы миллион тонн того наберем, там еще чего-то, а нормальный управленческий план развития Кировской области со списанием ответственных сроков. Его еще, может быть, пишут. Два года. Директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» в нашей студии. Мы прервемся на небольшую рекламу и вернемся. Особое мнение на 101FM. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» в нашей студии. Мы продолжаем. Не так много времени остается, поэтому убыстряемся. Дирекция дорожного хозяйства Кирова Азиз Альич приступила к ямочному ремонту дорог. Новость поступила в пятницу. Начали использовать литой асфальтобетон. И можно заделывать ямы на кировских дорогах при температуре до минус 15 градусов. Собственно говоря, пока перекресток Воровского и Попова. Еще у нас есть несколько участков. Но тема дорог ямочного ремонта – это такая разминка. А весной, в мае месяце, должны начать ремонтировать дороги уже капитально. Много участков, в том числе и в центре города, и на периферии. Выделено на эти деньги достаточно внушительная сумма – более миллиарда рублей. И вот на прошлой неделе мы обсуждали эту тему с Романом Титовым. Стало известно о том, что разделили лоты на две части, так скажем. Два лота у нас образовалось. Один на 800 миллионов, другой на 400. 600? 800. 800 и 400. Илья Шульгин поясняет. Ну, то есть претензии общественников, понятно. Две крупные заявки могут выиграть только крупные компании. Это плохо, потому что нет конкуренции, нет возможности подключаться к малому бизнесу. Соответственно, нет возможности уронить цену на торгах, сэкономить деньги, отремонтировать что-нибудь еще. Со своей стороны администрация города заявляет, мы заинтересованы в том, чтобы это как раз были крупные компании, желательно кировские, чтобы мы их всегда могли найти и по гарантии заставить заделать ямки, которые раньше образовались. Она в этом году выиграла там АРПТ или какая-то. Московская была компания, да. Она ведь субподрядчиком взяла авиатавтодор, если я не ошибаюсь. Да, да, да. О чем речь-то? Речь о том, что скорее всего эти крупные компании... А авиатавтодор не крупная, что ли, была компания? Нет, речь, как я понимаю, о том, что все-таки ответственность гарантийную несет тот, кто выигрывает конкурс. А может она брать хоть 10 маленьких подрядчиков, хоть 10. Там по закону она даже должна кому-то отдать из малого бизнеса, по-моему, порядка 15%. Ну, Виатавтодор будет нести ответственность? Не знаю. Значит, Виатавтодор государственное предприятие. Азиз Алищ? ГДМС тоже государственное предприятие. Вот эти предприятия, которые есть сегодня, государственные предприятия, они должны быть проданы давно. Кому? Просто проданы или ликвидированы к чертовой бабушке. Пусть частники, вот вам нужны крупные, пусть крупные частники выполняют эту работу. Я скажу вам со всей ответственностью, что у нас есть приличные крупные частники, способные выполнять эту работу, если вам крупные нужны. А вы сейчас про кого? Ну, пожалуйста, СУ-43. С хорошей технической базой, со специалистами. Да простят они меня, если вдруг они не хотят, чтобы их имя там, так сказать, звучало. Всегда думаешь проще, чем чье-то имя. Ну, они ведь могут заявиться, я так понимаю, на аукционах. Они могут появиться. Ну, я просто вам мысль какую хочу сказать, что вот такого рода частники несут больше, у них внутри несут больше ответственности, у них внутри больше чувства ответственности, чем у таких государственных предприятий. Потому что они-то знают, что эти государственные предприятия, люди, чьего их всегда прикроют. Потому что туда назначают людей. Просто берут со стороны, есть заслуги, нет заслуги, и назначают. Вот я его знаю, он вот там где-то там в коммунальном хозяйстве или в бытовом хозяйстве где-то хорошо работал. Вот поэтому я его ставлю руководителем. Вот таких людей вообще близко нельзя пускать. А частник, это его деньги, это его предприятие, это его техника, это его имя. Его репутационные риски. Так я о чем и говорю. И вот он несет большую ответственность. И, конечно, на его предприятие вот эти товарищи, руководители, которые управляют государственными фактически предприятиями, не назначат, кого попало. А он точно находит и назначает специалистов на эти должности. Поэтому качество в любом случае... Да подождите, ту дорогу, которую сегодня ямный ремонт делают. Ну, русская это уже притча в языцах, так сказать, она уже замозолила все. Никто ведь не понес ответственности. Ну, подождите еще. Подождите, может быть, они... Ну, лето подождите, может быть, они придут и сделают. Да. Так, понятно. Это я оптимист. Ямный ремонт. Ямочный ремонт. Да, вот этот вот ямочный ремонт, который там на Попова и... Воровского. Требуется? Требуется, конечно. Там яма большая. Там ямище огромное, создаются постоянно аварийные ситуации. Ну, что делать? Ну, кто это ремонтировал летом? Кто делал эту дорогу летом? А я не помню сейчас, Азиз Алиевич. Ну, есть же люди, которые делали эту дорогу. Это же не выдержало гарантии. Ну, привлеките хотя бы для виду, для пиара хотя бы к ответственности. Ну, хоть какой-то ответственности. Я вообще не уверена, что в прошлом году делали вот этот конкретный участок. Ну, позапрошлым. Но все равно там есть срок гарантии. Ну, так же нельзя. Так же нельзя. Так, хорошо. Мы все-таки возвращаемся к двум крупным лотам. Это плохо. И вы тоже считаете, что это плохо? Я тоже считаю, что конкуренция неправильна. Вот только люди, не умеющие управлять, противопоставляют качество и конкуренцию. Это сейчас в Шульгина, да, такой? Во всех, кто считает, и здесь, с этого микрофона, или с другого микрофона, сказал нам дороги нужны или конкуренция. Во всех, Шульгина, там кто-то еще, тут я слышал, так сказать, поддержал Шульгина. Нельзя противопоставлять эти две категории. Качество обеспечивается конкуренцией, а не контролем. Контроль только фиксирует качество. Вот это недостаток управленческого образования у этих людей. Это их некомпетентность. У нас все время бьют по хвостам. Почему у японцев заранее все ошибки выявляются, а у нас после того, как ошибки совершены. Потому что, как говорят некоторые, ходьба по граблям – наш национальный вид спорта. У нас не ходьба по граблям, а желание занять пост, который выше твоего уровня компетентности. Вот это наше народное искусство, видимо. Потому что каждый лезет туда, где уже должность и компетентность выше, чем он умеет. И он приходит, отсидит свой срок, гордо и уходит с какой-нибудь записью в трудовой книжке. Там государственный советник какого-то ранга. Гнать в шею таких специалистов. Ну, в общем, вы за конкуренцию. Хорошо, а что же делать в таком случае? Смотрите, вот общественники тоже за конкуренцию. Они говорили, что ситуация вызывает их опасения, и они, возможно, обратятся в ФАС. Я сегодня на сайте Виталия Абрама была, смотрела у него в Фейсбуке. Я пока не вижу никаких известий о том, что они куда-то написали что-то, да, жалобу отправили. Вот на то, что вот эти два крупных лота, значит, да, они разбили на менее мелкие там, да, участки, условно говоря. Вот. Но вот есть эти опасения, что хорошо, они подадут жалобу в ФАС, затянется вся эта история. А для того, чтобы, извините, мы начали ремонтировать дороги весной, в начале лета, там конкурсы должны пройти вот в март, апрель. Конкурсы хорошо бы, чтобы прошли вообще зимой. Этот вопрос мы еще поднимали, когда еще белых правил, значит, нашей областью, и обсуждали этот вопрос. И когда обсуждали, выявилось, что вообще-то, в принципе, конкурсы можно провести зимой. Чтобы к моменту, когда растаяло все, и можно совершать уже какие-то, ну, делать какие-то работы уже, начинать их. Подготовительные хотя бы. Да, чтобы их уже, чтобы люди уже, выиграв конкурс, готовились, чтобы там сразу, моментально начали сразу работать. Уже техника под парами стояла, да. Да, и, конечно, ситуация, когда мы начинаем в итоге из-за конкурсов и, значит, сроков заключения договора, там, в июле. А здесь, Алис, а вот когда обсуждалось, что можно зимой, вот тогда в качестве причин, почему разыгрывают весной? Искали, искали, что еще проекты не готовы, потом там, ну, разные причины искали. На каждую причину мы нашли, как бы, в конечном итоге ответ. Ведь не хитрое дело, как бы, когда ты содержательно обсуждаешь вопрос. Ведь когда содержательно обсуждаешь, не просто ты дурак, ты не понимаешь там и так далее, а содержать. Не хитрое дело найти всегда варианты решения ситуации, да. Потому что, все-таки, Россия богата умными людьми, да, находятся варианты. При всем, при том, что, как правило, у власти, к власти приходят люди, которые занимают должности выше своей компетентности. Но тогда почему-то все все равно задормозилось. То есть, вроде как, мы уже добились от запольских того, что, да, вообще, давайте на следующий год попробуем. А потом почему-то раз, 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 и все на тормозах, как бы. А потом из запольских, как бы, не стало. А потом Эльберт Владимирович уехал, да. Вот, и как-то вот так ситуация сложилась. Не знаю, почему сейчас, ну, что могу сказать? Ну, вот мы сейчас в безвыходной ситуации, получается. Мы давно в безвыходной ситуации. Либо общественники жалуются, и фас выносит какое-то решение. Мы в безвыходной ситуации с тех пор, когда не можем выбрать реальных людей, когда у нас нет фактически возможности выбрать людей. Так, минуту у нас, давайте, 18 марта, так. Я про президента не буду, хотя бы очень хотелось. Да. А давайте посмотрим, глава, значит, города, пожалуйста, значит, депутаты там законодательно собрали, когда там используются все методы для того, чтобы не допустить реально работающих людей к власти. Да не идут люди-то. Мне кажется, такая ситуация сейчас в стране сложилась, что далеко не все реально работающие люди готовы во власть идти. До тех пор, пока эта ситуация не изменится, мы будем в безвыходном положении. Мы давно с вами в безвыходном положении. Опять, Адис Алиевич, наше особое мнение с вами заканчивается как-то печально. У меня у нас уже есть минута. Она уже вот практически, практически стекла. Давайте что-то хорошее скажем. Восьмой марта ведь у нас, да, еще раз. Ну, я же начал с восьмого марта, да. Ну, давайте тем, кто не слышал в начале программы. Всех поздравляю с весенним добрым праздником. Если только мы будем чувствовать, что наша жизнь в наших руках, мы можем изменить все. И люди должны понимать, что они в эту жизнь приходят ради великой цели. Каждый приходит. Просто не каждый понимает, что он должен реализовать. Кто-то опускается до денег, кто-то опускается просто до славы, кто-то до карьеры. А жить-то надо ради великих целей. Ради своих близких, ради страны, ради своего города, двора, в конце концов. Так что желаю всем, чтобы Бог открыл их сердца запечатанные. Открыл их глаза и уши. И чтобы они поняли, что жизнь – это штука очень интересная. И гораздо интереснее, чем все то, чему они пытаются посвятить свою жизнь. Покажите, надо правильно. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ». В нашей студии «Особое мнение» заканчивается всех с весной, наверное. Да, с праздником. До свидания. Особое мнение на 101FM